Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что вы хохочете у вас не больше? Что вы хохочете? У нее точно не больше. А ну-ка ты поиграй. А что? А давайте квартет. Под музыку. Под песню девочек. Так нельзя говорить. Во-первых, я прожил с женой 47 лет. Она умерла. Ну, естественно, поскольку были контакты какие-то и при жене, так что без нее-то вообще очень должны быть. Какие-то у вас контакты были при жене? Ну, какие-то такие, Роз. Ну, что-то погуливали. Какие у вас бывают? У меня не бывают. Бывают. Вот так вот. Не только ты все знаешь про шоу-бизнеса. Да-да-да. Ну, это вы зря сказали. Ладно. Злая татарка мстительная. Я думаю, что у вас не хватит злости на то, чтобы выполнить свое обещание с ее теперешней. Смотрите, я о чем хотела сказать. Роза развелась. Молодая, хорошо выглядит. Богатая. Очень любит. Очень любит. Вот все. Вот это все, что связано с этим сексом. Все это она любит, умеет. Не знаю, как в работе, а в этом деле ручки золотые. Моя мама вдавила, когда ей было 60 лет. И, ну, я это гехидная. И вот я ей все женихов. Я говорю, мама, может, «Ой, боже, сохранили!» Вот это она говорит, нажилась, нажилась. Но вот маминой подружки, допустим, все повыскакивали на седьмом десятке. Мало того, там такие страсти у них. Я иногда подслушиваю там под дверью, о чем мама говорит. Там кто-то у кого-то увел, а сестра приехала на похороны еще. Похоронить не успели. И сейчас с ним живет. И я прямо вся в ухо превращаюсь. Думаю, боже мой. Это же клево. Представляешь, вот мне будет тоже там уже за 60. И мы с тобой будем об этом говорить. Поэтому давайте так. Жизнь продолжается. Жить это здорово. Не будем никого хоронить. Не будем считать не наше это собачье дело. Кому сколько осталось и как осталось. Поэтому будем искать. Хотите молодую? Молодую. Зажигалку умную, чтобы клево выглядело. Такую, как роза. А вот вам нравится, Татьяна? Честно сказать, я вот вижу, что она хочет сама быть любимой. Да, так? Да. Ну вы же, ну вы не мама, да? Не сможете быть мамой? А вам прямо мама нужна. Мама-мама, а как же? Из одних рук взяли, другие надо сказать. Мне, конечно, нужна мама. Ну вот вы мне, например, подходитесь. Вы мама? Так, ну подстаньте. Я поздравляю. Поздравляю. Примите поздравления. А что? Вот я подхожу, да? Да. А чем? Потому что у вас есть, ребят? Две штуки. Штуки? Ну как можно? Два человека. Две штуки, я бы даже сказала. Да. Ну и вы... Он меня по спинке так поглаживает. Я обожаю. Я по привычке. Нет, вам нравится, что ли? Очень. По какой привычке? По привычке, когда с девушкой иду, я ее всегда ее поглажу. Мало того, он еще, говорит, еще обнюхивает. Для него очень важен запах. Да, да, да. Я курю. Я курю. А, нет, тогда не пойдет. Я не могу с вашими дядьками поразговаривать. Как вы считаете, Юлия может в вашу семью войти? Честно, говорите. Вот что у вас общего, допустим, с ней, помимо стрипрейсинга? Правильно я сказала? Стрип, нет, стрип. Стрипрейсинг это, наоборот, не общий момент. Управление у нас три прейсинга. Ну да, как это называется сейчас? Трипрейсинг. Трипрейсинг. Так они по улицам, а с три прейсинга. Представляешь, это едет в машине топлес. Ой, что я не скажу? Все в десятку. Показать, как это делается. А ну, выскочай, покажи. Музыку, пожалуйста, давайте посмотрим. Ничего себе. Ничего себе, какое неожиданное развитие событий сегодня. Это какой-то, какая-то. Давай, танцуй какой-нибудь. Иди тоже. Подвигайся. Вместе иди подвигайся. У-у-у! 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 Учитесь! Какая харизма! Купер! У-у-у! Молодец! Молодец! У-у-у! Браво! Браво! Ребят, я в Мексике захожу в аэропорту в бизнес-класс. Очень нетрезвая, потому что были тяжеленные гастроли. Устала, как собака. Она такая, раскрасневшись, в трениках, в угах. Прихожу к бару и говорю мне там текилу с этим. Он говорит, паспорт. Я говорю, зачем? Он говорит, паспорт. И я вдруг зарделась от счастья, я его чуть не поцеловала. То есть у них это практика нормальная. До определенного возраста. И я вдруг вся так подсупонилась, спинку выпрямила, свела резкость, навела на него. Я говорю, я сейчас. И как девчонка махнула там в соседнюю ку-у-у. И прямо паспорт ему показала. Он посмотрел. Я взяла. Знаешь, как приятно. Я думаю, боже мой, наверное, выгляжу на 14. Так что приятно быть девушкой иногда. Нет. Ну это тебе нет. Ты родилась бабушкой уже. Хорошо. Нет, девочки, все зависит от отношения. Нам с покойным Ильей на свадьбу надарили деньги. На холодильник, на все. Те времена, когда все было в дефицит. Мы спали с ним на полу. Он завалил меня шмотками. У спекулянтов тогда покупались. И почему-то купил мне туфли 36 размера. Жутко дорогие. Я говорю, Илья, а как же я буду в них ходить? У меня 39-40. Он говорит, девочка моя, а мы вырежем, где пальцы у тебя и ходи по дому. И он вырезал ножом, там, где мои пальцы. И у меня мои лыжи. Просто знаешь, половина ноги была у меня босая. Я шли в полу. Половина ходила на каблуки. Это отношения. И как в войну мы продукты в сетке за окном вешали. У нас не холодильник, но его куколка была вся в джинсе, в варенке. И у меня еще был двухкассетник. Мугнитофон. Вот это круто. Это любовь. На меня смотреть не надо. Это жутко. Я когда приехала в Тбилиси, накрыли стол, то уж меня не хотели. И я жуя, первый тест сказала, Калбатон Жора, это мой тёсть. Сказала, знаете, у меня никогда не было папы. Заплакала, сказала, можно я буду звать папа вас? Все. Вы обняли. Я была самой лучшей. Я же такая хитрая. Вот это подкупает. Конечно, потом уже я правда его любила, и он меня любил с Артем Небесным. Я была самая любимая. Но сначала я видела, как они все сели и ждали, что это русская артистка с такой биографией все же прочитала. Боже, ужас, ужас. Так после этого возникла идея этой программы. Может, ну лучше, чем бы они вас сначала приняли, а потом бы за спиной что-то сказали. Никто меня не принял. Я у Ининидзе ночевала в соседнем доме, прожив уже с Кахой два года. Я уже с ребенком приехала, с Георгием. Кто меня принимал? О чем вы говорите? Им пришлось принять. Ну, о чем вы говорите? Бегали по друзьям. А потом же, когда с ребенком, уже я ему как, вот так сказала, Натя, назвала в честь, во-первых, ребенка, в честь деда, Георгия. Тоже такой политический такой ход. Конечно, обязательно. Куда без этого? Меня слышите. У меня заключается мой сюрприз. Это в том, для своей любимой девушки я готов готовить каждое утро завтраки. То есть и каждый раз эксклюзивно. Потрясающе. Чтобы она была не только длинная, как жир, но еще и толстая. Правильно. Вам именно это и нужно. Именно этот сюрприз. Рук. Да прямо в рот ей дайте. Молодец. Рук есть отказалась. Не доверяет. Какая прелесть. А что на языке знаков, Василиса, в первый день знакомства означает яйцо? Разбито. Ты знаешь, у нас программа все-таки 16 плюс, но не 48 плюс. Потому что мне кажется... 48 и можно хоть с переводом объяснять, что-то хоть они уже забыли. По-любому. Понимаешь? Поэтому... Не важно, да? Не важно. Не могу. Первый раз я просто в замешательстве и не могу никак проинтерпретировать. И я заставила вас досомневаться и задуматься, Василиса. А то все умничает. Спасибо, мой дорогой. Вы можете выбирать чуть большее, чем остальные. Вася, хотите приступы откровенности? Я старший мужа на год. Я состоявшаяся. Я зарабатываю. Я хороший хозяйка, хороший муж. Я сегодня утром выхожу. Вот он с этой трусак вот так вот. Он мне говорит, ты что, постриглась? Он говорит, тебе надо в клинику худеть. Я знаю, что мне надо худеть. Я знаю, что может быть и стрижка мне уже, понимаешь, что так... Ну не по возрасту. Ну ему можно вот распустить трусак, вот чешет, понимаешь? А мне худеть надо. Стрежка у меня дурацкая, плохо я выгляжу. И вообще мне нужно спортом, мне надо заняться. Вот хочется сказать, на себя бы посмотрели. Это приступ не откровенности, а самоуничижение. Причем совершенно зря. Да я все знаю про себя, понимаешь? Ну вот так вот. Они себя не видят, они не смотрят себе в паспорт. Это у нас морщины, все там себе вырываем, вырезаем. Все что-то себе замазываем. У них нет. Они же вдруг здесь сейчас найдутся. Они говорят, восстанка, но просто жуть какая-то. Да что-то кишит привидениями каждый день мы их видим. Вы знаете, Лариса, я сейчас как раз хотел об этом предложить. Вот померить розу. Вот, ё-моё! Давайте! А что всё наобьет? Это мне сильно, это татаро-рус. Да, нам татаро-рус. Давайте она померила. А давайте Басю померим. Нет, правда. Ну что мы вечно розу померить? Да, хватит! На розе вы очень мощные энергетики. Я думаю, что наша аппаратура сейчас среагирует, правда. Слушай, какие с шарлатаны, по-моему. Не-не-не-не-не-не-не-не. У меня очень серьёзные ребята, что-то. Я вот прямо отсюда вижу приборы рабочие абсолютно. Посмотрите, какая у вас аура, как зашкаливается. Но где? Покажи, не вижу. Да вот, вы посмотрите, как значения резко меняются. Слав, такое ощущение, что в аномальной зоне находимся. Значения меняются в очень широких пределах. Каковы границы? Аура от тела занимает определённое пространство. Вы понимаете, тут прибор реагирует на определённые физические поля, настроенные на человека. Поля настроенные на человека. Грядки, ещё что-то. Я хочу сказать, у Ларисы достаточно очень сильное излучение идёт на волевом центре. На уровне солнечного сплетения. При этом она достаточно очень творческий человек. Да-да-да, поправляет. И, знаете, надо душевность свою как-то привести. С родителями. Буду, но... Ну вот, она вот, на смотри, на пришла. И так, раз, платьишко. Она дура, что ли? А так на спор. А что, дура, не дура? А делала же это? Нет, нет. Димка Нагиев, гад, ему надо, конечно, предъявить за это. В своих воспоминаниях в каком-то там из глянцевых журналах написал, что я, будучи студенткой, могла на спор с первого по четвёртый этаж тоже вот ногая пройтись. И мне было сколько лет, и было что показать. И ничего мне это не мешало потом выходить замуж и делать карьеру. Всё это ерунда. Я понимаю, ни одна девчонка не будет ластаться в этих стриптиз-клубах просто за интерес. Поэтому, если будете любить, если будете жалеть, захотите детей, наверное, всё-таки заберёте. Ну, что хорошего-то там. Шест холодный, вот этими придатками по нему там. Я уверен, заберу. Не лозит сама, что скажет. Засудит. Поэтому забирайте, если полюбите. Покорить и приручить такую женщину, вот это, наверное, самое большое достижение в жизни. Я бы сказал, да кто вы такой, что вы должны женщину приручить, приучить на животное, что ли? Вот как покорить и приручить, а как? Так в этом кайф, когда сильная женщина, и ты делаешь её женщиной. И подчиняешь себе в этом кайфе. Лариса, Лариса, куда испугался? Потому что у нас уже третий жених, и он понимает, что два первых ему категорически понравились. А я хочу сказать, правда в том, что даже женщина, находясь с такими мужчинами, как ты, зачастую оргазм имитирует. Ха! Ошибаясь! Глубоко! Да-да-да! Глубоко! Кто носит имя Ричардас, тому любая баба даст. Он подправит. Всё для него, главное, чтобы он не... Ну, клёво с ним в воскресенье так купить, как раньше, пиво, рыбки на кухне. Сидишь, бывало, так в трениках. И белые розы, да. А за окном, правда, белые розы, и подружки. Клёво! А окна открыты, и все наслаждаются. Вот это жизнь, вот это счастье. Спасибо! Спасибо! Спасибо!